Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якоск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Мой гость сегодня руководитель центра «Хелп ЕКТ» Дмитрий Васильев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Для всех слушателей и зрителей я хочу сказать, что сегодня будет очень интересный эфир, потому что сейчас за кадром я общаюсь с Дмитрием, и у меня вопросы не заканчиваются и не заканчиваются. Очень интересным делом вы занимаетесь. Я помню, что вы приходили в марте месяца этого года вместе с основателем вашего центра Мариной Федоровой, которая сейчас, к сожалению, болеет, и передаю ей огромный привет и пожелание выздоровления. И вы оставили очень приятные впечатления о себе. Вы рассказали о том, как ваш центр помогает безвозмездно тем людям, которым нужна помощь. В основном это вещи детские, мужские, женские, иногда это продукты. И люди приходят, выбирают для себя что-то и уходят одетыми. На тот момент ваш центр назывался по-другому. Сегодня название сменилось. Что еще поменялось на сегодня? Или, может быть, все осталось прежним, и вы, наоборот, как-то поднадарили в этом? Ну, название поменяли мы, потому что у нас инстаграм-сференция так называлась, Help.EKT. Ну, официальное название было «Поможем вместе». Но люди все начали нас называть Help.EKT, Help.EKT. И мы решили, что пусть народное название, оно будет. «Поможем вместе» мы оставили как девиз, как слоган. Смысл нашего центра же то, что не мы сами помогаем, а... Выстроить работу так, чтобы людям помогали друг другу. Мы создали площадку, где встречаются люди, которые хотят помочь другим людям, и люди, которым нужна помощь. То есть мы просто вот их состыковываем. Большая же работа проделана, чтобы это получилось. Потому что нужно найти тех людей, которые могут принести помощь, да, или это же могут быть и новые вещи, да, например. И это могут быть те вещи, которые уже, ну, допустим, выросли дети из них. И потом те люди, которые нуждаются, приходят и получают помощь, которая им помогает выжить практически. Потому что у вас огромное количество историй. Вот мы за кадром обсуждали с вами, и мне кажется, там можно говорить и говорить их очень много, когда вы реально спасаете жизни людям. Вот история из перинатального центра, расскажите, пожалуйста, это же очень уникально просто. Ну, это был первый год работы. Нам позвонили с перинатального центра психолог, и сказала, что у них находится беременная девушка, ну, в такой кризисной ситуации находится. Нет даже элементарных вещей, там, как зубная щетка, прокладки, ну, вот такое. Попросила помочь. Мы собрали вещи, ну, собрали все на выписку, распашонки, пеленки, там, ползунки, примерно одежду до полугода, наверное, подгузники, коляска, кроватка, ну, максимально все собрали, там, бутылочки, игрушки даже какие-то. Отправили и забыли. Потом через дня два-три, вот она же позвонила, вот психолог, говорит, они решили оставить ребенка себе. Ну, мы вначале не поняли, как это оставить себе. А оказывается, из-за того, что у них были финансовые трудности, эта семья хотела отказаться от ребенка и оставить в роддоме, да. И вот когда они получили помощь, они поняли, что они смогут ребенка оставить себе, и они решили его оставить себе. Ну, как классно вы их поддержали, да. И вот они поняли, что не все равно, что есть те, к кому можно обратиться, и наверняка они потом и к вам приходили не раз в ваш центр и получали там какую-то помощь одеждой. И вот еще случай, который вы рассказали, что из-за того, что мама могла приобретать в вашем центре для своего ребенка теплые вещи, она смогла какую-то сумму для него же сэкономить. Да, ну, вот это такой показатель, наверное, да, когда мы очень радуемся, когда так получается, что люди не куда-то там тратят сэкономленные деньги, а именно вот на дело пускают. Вот она многодетная, брала одежду теплую всю зиму, ну вот, и потом весной она сказала, что сэкономив на детской одежде, они смогли отправить старшего сына на соревнование, ну вот купить билет и проживание, и оплатить сборы, да. И потом этот парень занял там какое-то место и получил уже в следующий раз бесплатную путевку. То есть он показал, что он хороший спортсмен, и уже в следующий раз его бесплатно возили на соревнование. Вот судьбу просто человеку определили. Если бы вот он не было денег, он бы не поехал, да, и, соответственно, потерял бы либо время, либо, может быть, вообще как-то не добрался до своего дела, до своей сути. Мы особо так не стараемся об этом думать. Некогда вам, видимо. У вас же очень много людей, которые к вам обращаются за помощью. Ну, мы так порадовались за них, и как-то это, потому что не самоцель какая-то, да, там, и ходить, и, не знаю, там, этим хвастаться как-то. Ну, помогли очень хорошо, мы порадовались, и, ну, есть же ещё другие люди, которым нужна помощь. Не то, чтобы хвастаться, а то, что это конкретная помощь. То есть важно же видеть в своей работе, да, то, что ты не просто так вот, да, а вот что-то происходит на самом деле, и судьбы меняются людей. Мне кажется, это очень круто. В основном ваши, те люди, которым вы помогаете, это мамы, которые, многодетные мамы, да, или молодые мамочки, которые сами не могут содержать своих детей, и они приходят за одеждой для своих детей, для себя. Ну, мы вообще никому не отказываем в помощи. Мы помогаем всем. Может и полная семья прийти? Без проблем вообще. И мы не смотрим на социальный статус, на сколько детей, мы не считаем, мы документы не проверяем, бюрократию не разводим. Если человек к нам обратился за помощью, ну, постараемся помочь. В вашем центре, я помню, когда мы весной разговаривали, особо не было вот что-то там по телефону, по WhatsApp, какой-то переписке, нужно было просто мобильно приезжать и конкретно на месте решать свои вопросы. Сейчас то же самое. Сейчас то же самое, потому что даже вот по тем же вещам мы не гарантируем наличие там какой-то вещи, да, там, ну, одежды, допустим, там, штанов, там, джинсов, потому что у нас очень много людей приходит, и мы не контролируем, кто что берет. Если человеку надо, он берет, и мы вот не регламентируем, там, вот, одна пара джинсов, одна, там, пара обуви, там, одна куртка, мы так не регламентируем, поэтому мы никогда не можем гарантировать наличие вещи. Но вы взвешиваете вещи, которые забирают люди для того, чтобы... Да, мы и когда принимаем вещи, мы взвешиваем, и когда выдаем вещи, тоже мы взвешиваем, но это делается, чтобы мониторить, видеть свою работу. То есть, если какие-то показатели падают, значит, что-то надо менять. Ну, эффективность работы, да, вот. Все равно должна быть какая-то статистика. А есть у вас вот те люди, которые вот прям постоянно, вот, как есть вот доноры, да, которые вот уже сдают кровь, и они уже не могут не сдавать. Есть. А те, которые вот все время приносят, и приносят, и приносят. Есть, и они ведут тоже свою статистику. Они вот, так, сегодня сколько у меня килограмм там? Ага, там, 15. И вот в телефоне, в заметках вот, тык-тык-тык-тык-тык, ой, уже там 150 килограмм акцент, типа, я сдала, да. Есть такие, ага. Есть, которые, допустим, постоянно приносят продукты. Вот у них стоит прямо вот раз, там, в два месяца, они приносят там продукты. Вот у них вот конкретно вот стоит вот какую-то сумму, они выделяют, и вот, исходя из этого бюджета, они вот покупают продукты и приносят. Это богатые люди или люди среднего достатка? Или так непонятно? Ну, вообще, у нас такой принцип, чтобы делать добрые дела. Вообще, необязательно быть богатым или сильным, да. Просто нужно быть добрым и иметь желание помогать другому человеку. Поэтому разные, разные люди. Я хочу нашим слушателям напомнить и зрителям, что мы в прямом эфире, и вы можете к нашему разговору присоединиться по телефону 32 00 66, 32 11 66, и узнать подробнее о работе центра, уникальный центр «Хелп ЕКТЭК», в котором можно приобрести одежду для себя, для своих детей, прийти, выбрать все, что вы захотите, все, что вам подойдет. И можно вот даже зимой не потратить деньги, там, весной, осенью, ребенка в школу собрать, да, в детский сад как-то одеть. У вас даже вот был случай, когда девушке нужно было сезонную какую-то одежду приобрести, денег особо не было, чтобы выехать в другой регион, и вы тоже и так же помогли, и она потом эту одежду вам вернула. Вот это, мне кажется, очень интересно. К разговору о том, какую одежду люди приносят, и какую можно принести. Должна ли она каким-то критерием быть? Ну, самый такой у нас критерий, ну, меня постоянно спрашивают. Подвергаться. Да, какую одежду вы принимаете? Я говорю, ту, которую вы надели бы на себя, либо на своего ребенка. То есть, если ты отказываешь сам это носить, ну, эту вещь лучше не надо приносить. Ну да, это хороший такой тест, да, если тебе самому эта вещь, ты можешь в ней ходить, выйти в люди, да, то почему бы просто такое хорошее, доброе дело не сделать? Вот. Зачем люди, которые вот к вам приходят, которые приносят вещи, или которые приходят в качестве волонтеров, чтобы помогать эти вещи сортировать, и потом развешивать, зачем им это нужно? Что они говорят? Ну, вообще, когда мы открылись два года назад, мы поняли, что Якутск — это вообще город неравнодушных людей. Это нас очень сильно обрадовало, подстегнуло, как-то замотивировало еще сильнее, потому что очень много людей, которые хотят помочь ближнему. У нас вот город компактный, в принципе, все друг друга, ну, чуть ли не то, чтобы там знают, но все, что происходит в городе, оно касается, в принципе, каждого, да, человека, что бы ни случилось, поэтому люди очень имеют большое желание помогать другим людям, и нас прямо вот заваливали вещами. Сейчас немножко поспокойнее стало. Ну, это доброта, наверное. А почему стало поспокойнее сейчас? Ну, вначале все равно есть понятие, вот хайп, да, вот на первой волне, и как раз тогда никто этим не занимался. И вот у людей, видимо, накопилось очень много вещей каких-то, их нам быстренько-быстренько привезли, а сейчас уже системно пошло, вот уже мы вышли на плато какое-то, и по статистике у нас, я даже могу сказать, посмотрев на погоду, я могу сказать, что сколько примерно килограмм сегодня принесут или возьмут. Надо же, вам каждый день привозят вещи, вообще каждый день. Каждый день привозят, каждый день забирают. Если говорить о цифрах, то за два года центр помог, ну, около 13 тысяч семей. 13 тысяч семей получили помощь. Вы представляете, какое дело хорошее вы делаете? Ну, когда говорят, хорошо, что вы есть, я говорю, плохо, что мы есть. Если бы люди жили хорошо, у нас потребностей бы не было. То, что вот очень много людей приходит, вот мы как-то, с одной стороны, хочется и порадоваться за такие цифры, да, что да, мы работаем много, помогаем, но с другой стороны, вот посмотреть, что это получается, что вот эти вот 13 тысяч семей, они живут не очень хорошо. И это грустно. А среди этих семей, вот, основу составляют какие семьи? Это матери-одиночки или это какие-то другие истории? Ну, матери-одиночек, конечно, много тоже. Ну, разные семьи, разные. Это, ну, вот взять город в разрезе, да, вот, и вот примерно так и выходит. И одиночки есть, и инвалиды есть, и многодетные есть, и полные семьи просто многодетные. И там, где, наверное, не совсем справляется отец, да, с обеспечением семьи. Да, есть. Есть там отцы-одиночки. Да вы что? Да. Правда, что я про это забываю, про то, что действительно есть же еще отцы-одиночки. Есть, приходят, да. Которым вообще сложно, это же должны и работать. Мы вернемся через две минуты, буквально не прощаюсь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии сегодня руководитель центра «Хелп ЕКТ» Дмитрий Васильев. Мы говорим о том, что в нашем городе есть такой центр, где может получить помощь любой человек, который в ней нуждается. Помощь в одежде и в продуктах иногда. Да, и я думаю, что хорошо, что есть такой центр, но Дмитрий говорит, что плохо, что он есть, потому что тогда понятно, что в нашем городе много семей, которым нужна такая помощь, значит, у людей, у многих людей не все хорошо. И в первом блоке я вас спросила о том, что отвечают на вопрос ваши волонтеры, на вопрос, зачем вам это нужно, да, зачем им это нужно. Я бы хотела вам задать вопрос, который наверняка вам тоже задают, зачем вам лично это нужно, но я задам его чуть позже, потому что у нас есть позвонивший слушатель или зритель. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Владимирович. Я хотел бы тогда, мы семья инвалидов, вот недавно совсем стали инвалидами, ну, в аварии попали, да. Ой, боже мой. И живем вдвоем, у нас вещей так-то осталось, которые мы уже не носим. Можно это как-то сдать вам, а мы сами перенести не сможем. Владимир, спасибо большое за вопрос. Я как раз вот об этом хотела поговорить, что, может быть, есть какие-то ситуации, когда у людей стоят вещи, но руки не доходят. Мы, правда, немножко другую сторону рассматривали, когда там по-другому все. Когда вот так вот, когда действительно люди инвалиды, им самим очень тяжело выходить из дома, не то что куда-то что-то доставить. Есть ли у вас какая-то такая помощь? К сожалению, на данный момент у нас такой возможности нет. Было время, да, когда мы, у нас были автоволонтеры, и мы, ну, вещи сами забирали с адресов, но со временем мы от этого немножко отказались. Потому что были разные истории, разные картинки. Да, были истории. Вот, допустим, Светлана, девушка у нас была, она у нас была автоволонтером, и изъявила желание ездить. Говорит, у меня сейчас много времени, я могу ездить и забирать вещи с адресов. Я хорошо говорю, но это, говорю, сложно будет. Она говорит, ничего страшного, дайте мой номер телефона вот в Инстаграме, и напишите, что вот я езжу по адресам и буду собирать вещи. И там она поездила недели две, вот зимой как раз в это время. И потом, говорит, нет, говорит, оказывается, да, сложно, и это не нужно. Потому что, допустим, ей звонят и говорят, вот никак нет никакой возможности вещи там отвезти, пожалуйста, придите, заберите. Я, говорит, приезжаю, стоит здоровенный коттедж, во дворе два крузака, и пакет вещей ей выносит и отдаю. То есть, в принципе, у людей есть возможность привезти, но они не хотят на это время потратить. Ну, да, вот, допустим, как Владимир, да, тогда для них какой может подойти вариант, там, например, может быть, с таксистом отправить, да, можно. Но, опять же, это таксиста нужно будет просить, чтобы он поднялся вещи, забрал, и это тоже будет дополнительная оплата, может быть, у людей есть деньгами. Ну, некоторые отправляют, да, через курьеров, через такси отправляют курьерами. Вернусь к своему вопросу, что вам самому зачем это нужно, зачем нужна эта работа? Ну, это, наверное, самый такой, ну, часто задаваемый вопрос. К нему еще так подходят, многие спрашивают, сколько мы зарабатываем на центре. Когда говорю, что мы не зарабатываем, а наоборот, деньги, да, вот, Марина Семеновна, вот, семья Цинциских, которые нас организовали, тратят, они говорят, а зачем тогда вы это делаете? Политика, это налоги какие-то там, льготы. Я говорю, мы даже как некоммерческая организация не зарегистрированы, то есть мы вне политики, мы вне бизнеса, вот, именно в разрезе центра, да. Просто, ну, кто-то должен этим заниматься, помогать людям, просто вот помогать людям. И люди настолько бывают, что не верят, вот, буквально вот недавно приходил мужчина, зашел мужчина, я подумал, что он, ну, вещи привез, да. Он говорит, а вы, говорит, правда вещи бесплатно раздаете? Да, пожалуйста. Я говорю, вам что-то надо? Он говорит, нет. Мне вот рассказали про ваш центр, говорит, пришел посмотреть. Я говорю, ну, вот, пожалуйста. Он говорит, что, реально? Я говорю, ну, вот. Причем вы вообще не спрашиваете у человека ничего. Вот ты пришел, тебе нужно, возьми. Да. Ну, ситуация в жизни же разная бывает. Поэтому он постоял, минут 10, наверное, со мной пообщался и ушел, и он не поверил. Своим глазам даже он не поверил. Он говорит, так, говорит, не бывает. Говорит, какая-то подоплека есть у вас. Я говорю, нету никакой подоплеки. Видите, вот люди вот берут вещи бесплатно, уходят. Говорит, так не бывает. То есть ему рассказали, он не поверил. Он потратил время, приехал и не поверил своим глазам даже. Он ушел, и он ушел, не поверив, что такое возможно. Ну, может быть, не все действительно верят, что так можно легко прийти. Иногда же, если благотворительные фонды речи, там нужно какие-то документы предоставить, какие-то справки показать. То есть какой-то идет предварительный диалог. А здесь у вас вообще ничего не надо. Вот нужны тебе вещи, нечего тебе надеть на ребенка, на своего, не в чем его отправить на улицу, в школу. Вот, пожалуйста, есть такой центр. Приходи, возьми вещи, которые тебе нужны. Ну, это благодаря нашему населению, населению города Якутска, которое нам помогает. И у нас много вещей получается, одежды, что мы можем себе вот это вот позволить. В больших городах, да, когда мы изучали вот такие центры, у них есть регламент. Вот, допустим, раз в полгода с паспортом, с документами. Там регламентируют, там, в одни руки одна куртка, одна пара обуви и, там, сколько-то килограмм вещей. Вот их регламентируют, да. И вот человек пришел, взял одежду, и в следующий раз он имеет право прийти только там через полгода. А у вас вообще такого нет? У нас регламента нету, да, хоть каждый день. А есть такие люди, которые очень часто приходят и прям, ну, чуть ли там, не знаю, непостоянные ваши клиенты? Есть, к сожалению, есть такие, да. Именно вот им настолько часто необходима вот эта вот помощь? Ну, или они и для себя, и, там, может быть, для друзей, кто кому некогда прийти? Есть, кто из любопытства, наверное, больше вот приходит, да, вот, ну, в ожидании того, что ему там что-то хорошее там дождется. А может быть, да, ходят, выбирают, ждут, наоборот, какую-то конкретную вещь? Да, есть такое. Ну, мы всегда спрашиваем, какие вещи нужны, чтобы помочь найти, подобрать. Поэтому мы всегда спрашиваем, в каких вещах нуждаетесь, чтобы, ну, человеку помочь, чтобы помочь. Наверное, вот таким людям и удобно работать у вас с волонтерами, которым нужна вот эта вот одежда, да. Они пришли, увидели, что можно эту одежду взять для себя и в то же время еще и помочь. Вроде бы, как тогда какой-то баланс есть. Они взяли, но в то же время поработали у вас в центре и помогли для других. Их расфасовали, развесили эти вещи. Есть такие, да. У нас есть звонок еще от нашего слушателя или зрителя. Здравствуйте. Алло, это опять Владимир звонил, да? Да, Владимир. Мы живем в центре. У нас родственников таких нет, помощиков нет, да? Жена неходячая, если бы. И вот я в центре живу, около парка, да, подъезд нормальный, и этот лифт есть, все есть. За неделю какой-то, ну, тару перенесли бы, да, мы за неделю, может, кое-как сложили бы туда. Потом вы сами там... У нас вещи добротные. А как вы управляетесь вдвоем? У вас такая сложная ситуация и у вас, и у жены. Мы вдвоем за одного, супруга видит, я хожу. Поддерживаете друг друга, да. И готовы, убираемся. Спасибо вам большое за звонок, за внимание. Второй есть у нас телефон. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать номер телефона вашего центра. И скольки до скольки вы работаете, в какие дни. Да, и про адрес еще нам нужно сказать, где вы находитесь. Вы находитесь не в центре, сразу скажем, да? Да. И, может быть, как-то немножечко объясните, как к вам добраться. Вилюзький, переулок 6, третий этаж. Работаем со вторника по субботу с 11 до 5. Каждый, ну, вот... Будни. Будни, да. Ну, суббота тоже выходной. Нет, суббота работаем. Ага, ну, выходной, да. Вторник, суббота с 11 до 17 часов. Телефона у вас нет. Телефона пока нет. А адрес Вилюзький? Переулок 6, третий этаж. Третий этаж. Там такое здание же каменное у вас, я помню фотографии. Да, трехэтажное, бело-синее здание. Не планируете менять как-то место расположения, чтобы было поближе к центру как-то или... Ну, пока нет такой возможности. Конечно, хотелось бы такое же помещение, ну, такая же квадратура на первом этаже, но пока нет возможности. Телефона вообще никакого нет? Пока нет, но он будет. Он будет. Повторю для наших слушателей и зрителей. Вторник, суббота с 11 до 17 часов. Вилюзький переулок 6, каменное здание, третий этаж. Просто в это время, указанное время, подходите и получайте ту помощь, которую вам центр может оказать. Ну, вы, конечно, я не знаю, вы вообще молодцы. Я помню весной у меня было просто какое-то... Я обалдела вообще от того, что люди столько делают. С чего все началось? Все равно же, наверное, какая-то начальная история была. Может быть, у вас или у Марины. Где вот этот был щелчок, что такой центр нужен городу? Он же единственный именно такой центр. И наверняка единственный не только в нашем городе, а может быть и... Ну, в республике, да. Как минимум в республике. Ну, началось все с Марины. Как она сама часто шутит и рассказывает, что у нее с детства была мечта помогать людям почему-то в Африке. Было же, да, то, что в Африке голод, дети голодают. И она очень сильно хотела принять какое-то такое участие в этой помощи. И потом, когда появилась возможность, они вообще всегда людям помогали. Они это, а нас с мужем, да? А нас с мужем, да. Когда есть возможность, они всегда людям помогали. Мы с ними познакомились несколько лет назад. Помните, вот девочки пропали в Синске? И мы вот там познакомились. Они тоже поехали как добровольцы, я тоже как добровольцы. И мы были в одном отряде. И мы почти месяц провели в Синске, подружились. Ну, вот как-то с этого, наверное, немножко началось. И они вот всегда людям помогали, помогали, помогали. И вот к этому центру они решили подойти системно. Как-то сделать не точечную помощь, да, вот разовую, а именно вот систематизировать, ну, как-то централизованно. Предложили мне. Вообще идея была по субботам раз в неделю самим волонтерить. Они арендовали, ну, давай хорошо, арендовали гараж 100 квадратных метров. И вот чисто по субботам будем приходить и людям помогать. Первая суббота нас завалили вещами вот до потолка. Вторая суббота нам уже ходить негде было. И нас завалили не только вещами, но и заявками на получение помощи. И мы поняли, что раз в неделю этого мало. Ну, тогда телефон точно был, потому что... И соцсети мы конкретно не говорим, какие мы просто говорили. В соцсети, либо там в соцсетях была какая-то... В соцсетях было, только в соцсетях. Телефона не было, и сработало очень хорошо сарафанное радио. И мы сделали онлайн-таблицу, куда человек может написать, и заявка оставляется там, сколько детей, в какой ситуации находится. И решили вот быстренько... Вы, наверное, сами не ожидали такого успеха. Да, мы сами не ожидали такого наплыва, да, что нам пришлось... Успеха, я имею в виду, этой идеи вообще, что она будет настолько востребована. У нас сейчас еще короткая реклама, и потом мы продолжим. Слушатели и зрители, оставайтесь, не прощаюсь, скоро вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Одесская одежда женская, одежда мужская, иногда это продукты. Также в этот центр приходят волонтеры, которые хотят помочь эту одежду рассортировать, развешать ее в зале. И этим волонтером может быть каждый из нас. Тот, у кого есть чуть ли не 15 минут, говорит Дмитрий, полчаса, час. Вот любое время ценно, и любая помощь ценно. И на входе ни у кого не спрашивают никаких документов. Тебе нужна помощь, ты пришел, ты получил, ты пришел, чтобы помочь. Пожалуйста, проходи, подключайся, помогай. Вот объем работы такой-то, такой-то. И началось это все два года назад, да? Два года назад. Всего лишь, но огромному количеству вы людей помогли. И мы как раз говорили о том, что когда вы начали это дело, вы удивились тому объему вещей, которые к вам поступили, и тому объему просьб людей, которые нуждаются в том, чтобы получить эти вещи. Да. Ну вот, как рассказывал, очень сильно удивились. И решили пересмотреть немножко формат центра. Ну и уже не помещались в гараж. Да, и уже мы не помещались. И сейчас мы находимся в помещении, мы арендуем, ну, почти 300 квадратных метров. Ну, более-менее хватает. Я помню, эти фотографии там было, так не очень-то тесно. Да, это нам сейчас, ну, подходит, да. И это и не много, и не мало. Вот как раз мы как-то так. Ну и за два года мы как-то все вот скомпоновались, научились все вот это вещи так поставить таким образом, там, те же стеллажи, вот это, чтобы было и людям удобно, и нам удобно. А там какие маршруты автобусов ходят, если вот человек... Честно, не знаю. Не знаете? Честно, не знаю. Наверняка поедут не на такси люди, которым нужна помощь. Если нашим слушателям и зрителям нужна какая-то информация по теме центра, 32-00-66, 32-11-66, используйте эту возможность и задайте руководителю центра, Дмитрию Васильеву, свой вопрос. Мы в прошлый раз еще говорили о том, что очень активные волонтеры, которые приносят вещи, это, оказывается, я тогда очень сильно удивилась, погорельцы. Люди, которым слишком много этой гуманитарной помощи поступает, и они не знают, куда ее девать. Да, потому что, ну, погорельцы вообще такая отдельная категория, да. Почему, да, вот они очень много приносят. Одна женщина, вот у них загорел дом, и она за то ли две или три недели что-то около 300 килограмм вещей нам принесла. Потому что люди очень хотят другим людям помочь у нас, но они не знают, как это сделать. И вот ей приносят там подгузники, детскую одежду, они говорят, у меня, говорит, дети все взрослые. Мне, говорит, вот эти вещи не нужны. А потом, мне, говорит, это складировать негде. Мы, говорит, живем сейчас вот так, как, говорит, дом сгорел, живем у родственников, а люди несут и несут, 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 да. Вот они думают, ну, наверное, нужно будет, наверное, понадобится, да. И несут, говорит, все подряд. А мне, говорит, это девать некуда, и вот она нам наоборот приносила. У меня тоже была такая история, в Мархе сгорел дом, и там осталась семья, маленькие дети, мужчина с маленькими детьми, и я в соцсетях тоже говорила про эту историю, и говорила, что может у кого-то что-то есть, позвоните, я как посредник там выступила. И я помню, что звонили прямо люди, у которых столько много всего, которые готовы были вообще в любую точку нашего города приехать, все это привезти, и вот одна женщина позвонила, говорит, у меня несколько детей своих, которые из села повырастали, она даже там какие-то игрушки предлагала, но в итоге вот этот вот человек, мужчина, который остался с детьми, он отказался от этой помощи, я удивилась, что столько много всего хотят привезти, и действительно по горельцам, видимо, там так много не надо. Ну да, потому что у погорельцев они решают совсем другие вопросы, в первую очередь это жилищный вопрос, не дай бог, если там документы не смогли спасти, да, там это восстановление, это потом, не дай бог, там если кто-то пострадал, там ожоги получил, поэтому, и это же вот обычная семья, которая жила, вот это, ну нормально, ну обеспеченные, да, там хорошо живут, и тут раз, у них это пропало, и они не могут психологически носить вещи совсем незнакомых людей, и у них же есть, допустим, там родственники, одноклассники, однокурсники, соседи, да, вот, коллеги, они лучше у них эти вещи возьмут, чем у совершенно незнакомого человека и спокойно носить, потому что они к этому еще не готовы. Кстати, да, это тоже же барьер, у нас есть звонок, алло, здравствуйте. Можно сдавать вещи совсем, вот, детей до года, вот они совсем, ну ребёнок вырос, перерос, надеюсь. Да, с удовольствием приятно. А как вас зовут? Ну, это обязательно, что ли. Предлагаю, кто хочет, конечно, настаивать не могу, спасибо большое за отзывчивость, за внимание, конечно, можно, все вещи любых, для детей любого возраста принимаются, потому что, вот, как вы слышали, мы говорили о том, что даже вот такие истории, что ребёночек только что родился, и совсем ничего нет, и вот в вашем центре такую помощь приобрели, и, конечно, вы большие молодцы, вот, прям не устаю повторять. А вас, вот, ваши знакомые, ваши там, друзья, например, не обременяют такими посылками? Ой, обременяют, конечно, я не могу в гости нормально прийти, и всегда я, допустим, вот на день рождения пришёл, или там в гости, там какой-то праздник, мне пытаются обязательно дать с собой пакет. Вот, мы тут положили два пакета, никак не можем довезти, возьми с собой и вези. Я говорю, ребята, я вот, ну, если хотите помочь, давайте сами привезите. Всё-таки, наверное, это важно, чтобы вот ты с точки А сам добрался до точки Б, и тогда это конкретно какое-то твоё, да, вот уже. Ну, исключения составляют, допустим, вот такие истории, как Владимир, нам позвонили, когда люди действительно не могут по здоровью выйти из квартиры. А у нас есть ещё звонок, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас. Мне 66 лет, вот, мне надо и в больницу там анализы сдавать, нет у меня куртки. У унтики я вроде бы нашла, что-то носить, а вот куртки нету. Ну, вот вам как-то до центра нужно тогда добраться. Можно ли? Да, конечно. 48. Вы со вторника по субботу можете с 11 до 17 часов как-то, может быть, с кем-то договориться и подъехать по Вилюйскому переулку 6, зайти на третий этаж и там вот выбрать себе, вот Дмитрий говорит, там очень много вещей, и подберёте себе, и размеры разные все есть. Поэтому вот как-то вам транспортные вопросы нужно решить. Вот видите, как вы правда говорите, да, разве вот хорошо, разве правда, да, что есть такие центры, с одной стороны хорошо, а с другой вот люди показывают то, что люди живут очень тяжело и помощь нужна. Как раз вот, когда пандемия, там же очень много людей там лишились работы, бизнеса и жизни, ну, сложнее стало. Кстати, как бы в пандемии-то там же нельзя было никуда выходить, ваш центр? Ну, мы, когда вот была самоизоляция, мы не работали, конечно, а когда послабление началось, мы в штатном режиме, в масках, антисептики и всё вот. Вы говорили о том, что вы с Мариной познакомились, когда бригада создавалась, да, по поиску пропавших девочек. Что вот как-то вы вместе решили про этот центр. Вот это какая-то, ну, вот определённый же какой-то тип людей, которые вот хотят делать добро, как вы говорите. Что вот, почему у кого-то это есть желание такое сильное? И вот вы, например, это же ваша основная работа, посвящаете этому большую часть времени, хотя у вас есть и семья, и дети. Значит, вы, вот, допустим, уехали в ту командировку, да, на поиск девочек, это значит, ваша семья осталась без папы, без добытчика. Вы же там потратили и время, и силы. И вот сейчас этот центр наверняка забирает много сил, эмоций. Ну, за других я не могу, конечно, сказать, да. За себя скажите. За себя, ну, просто, когда у тебя есть возможность помочь другому человеку, которого больше нуждается в помощи, да, там, в более, там, каком-то тяжёлом, тяжёлой ситуации находится, почему нет? А почему бы не помочь людям? Но кто-то же не помогает, кто-то как-то больше сконцентрирован на себе, что мне вот нужно вот тут какие-то свои личные цели, да, мне нужно вот это сделать для себя, вот это, вот это, вот это. Ну, вообще, в целом, мне кажется, быть, ну, скажем, на стороне добра, да, там, это сложнее, тяжелее. Это как спортом заниматься, не знаю, да. Напакостить проще. Это очень легко и просто. А вот, ну, как пословица, ломать не строить, да, вот. Как-то так. Ну, потом, когда ты делаешь добро, у тебя остаётся удовлетворение с собой, вот, своей жизнью, всё равно как-то ты чувствуешь, что, ну, вот, ты правильно делаешь. А когда, если ты осмелился на пакость, на злость или на гадость, или на какую-то, не знаю, там, может быть, прямолинейность, да, в отношении другого человека, то, наверное, потом всё равно есть какие-то сомнения. Может быть, не нужно было это. То есть вот эта неспокойная такая душа. Поэтому я вот к тому, что добрым быть легче, чем, например, злым, там, да, быть на стороне добра легче. Ну, нет, наоборот, мне кажется. В смысле, наоборот, да, да. В смысле, что злым быть легче, вы сказали? Злым быть легче, да. А когда я говорю о последствиях, то тогда вот последствия после зла, их тяжелее, это более тяжёлая ноша, чем, например, когда ты сделал доброе дело, та ноша, она такая будет лёгкая для тебя, потому что ты на светлой стороне. Ну, тут каждый, наверное, сам для себя решает, что ему легче. Некоторым даже хорошо, когда они что-то плохое сделают, им легче от этого. Ну, может быть, сначала легче, а потом всё равно, мне кажется, терзаешься. Ну, надеюсь, что те, кто делают не очень хорошие вещи, у них всё равно потом совесть проснётся, и он исправится, и не то чтобы компенсирует, а просто пересмотрит своё поведение в будущее. Спасибо вам большое. Я вот всё сидела, думала весь эфир, что, наверное, смысл в том, чтобы любить себя, заботиться о себе, это важно, чтобы ты много чего умел, и вот в связи с тем, что ты в себя много вложил, ты потом вот эти знания мог отдать другим людям, как вот вы пошли в эту командировку, а вы охотник хороший. Вот вас взяли, и вы точно уже в тайге не заблутитесь, и сто процентов поможете. Спасибо большое. Адрес ещё раз повторю, это Вилюйский переулок 6, вторник, суббота, с 11 до 17 приходите, третий этаж. Дмитрий, спасибо. Всем спасибо за внимание и хорошего вечера.